При виде хрупкой шахризады Халиковой никто и не подумает, что она является мастером спорта. А между тем, она 12 лет посвятила занятиям тайбоксом, также увлекается кикбоксом. Благодаря упорным тренировкам девушка в чемпионате, который прошел с 4 по 8 сентября Южная Корея, завоевала золотую медаль. Формула поединков по версии К1 составила три раунда по две минуты, что касательно боя с кореянкой, девушка с Южной Кореи, он закончился во втором раунде нокаутом по печени. Что касательно иранки, я выиграла со счетом 3-0, все судьи отдали мне предпочтение. На чемпионат, который будет проходить в следующем году в Польше, пойдут 4 спортсмена из Кыргызстана. Вместе с шахризадой Халиковой отправятся также Алексей Фелисеев, Руслан Мусаев и Эрик Воинов. Первым соперником был спортсмен из Ирака. Я его победил. Победу одержал досрочно из-за того, что его секунданты выкинули полотенце. Это досрочная победа. Это не нокдаун, это не меняется техническое поражение. Да, у нас были очень серьезные тренировки. Мы ездили на сборы, на Иссыкуле проходили, в Тамчах. Мы занимались очень серьезно. Практически мы даже, мы только спали, ели и тренировались. Вот с нами были два тренера. Это вот представители, это ученики моего отца, моего тренера. Это Олена Фоева, Тахир Марасулов. Они с нами были, все это время поддерживали. Теперь этим борцам предстоят дни и ночи усиленных тренировок, ведь перед ними задача весьма не из легких – защитить честь Родины. Моя основная задача заключалась в том, чтобы выстроить правильную тактику ударов ног предстоящим стартом, которые прошли в Корее. Не сказать, что я доволен, я очень даже доволен. Я очень рад, что именно мы стали первыми в командном зачете. Правда, были свои моменты. Работать нам еще есть много над чем, и над кем, и объяснять, и все. Почему? Потому что это первый наш шаг. Мы как маленькие дети, грубо говоря, понимаете. А вот наш главный тренер, Оксанин Хусаринович, он как отец, он направляет нас, ведет. И ведомые им, мы надеемся в дальнейшем также стать первыми не только в Азии, но и в мире. Отметим, во Всемирном фестивале боевых искусств участвовало 17 государств, по 500 спортсменов из каждой страны. На нем были представлены 4 лицензии на участие в чемпионате, который будет проходить больше в 2017 году. Все их завоевали кыргызские спортсмены. Ну а пока в копилку Кыргызстана поступило еще 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Бахтугуль Ахматова, Гульчарок Азымкулов, Пирамида.